Всем большой привет, дорогие зрители! И в сегодняшнем видео я, скажем, поделюсь с вами какой-то своей практикой. То есть ничего нового я не открою, просто как я сегодня, скажем так, работала. И мне хочется об этом с вами поделиться. Итак, когда-то раньше я, скажем так, тренировалась рисовать человека, скажем так, в разных позах, в разных ситуациях, в разных каких-то, ну, то есть правильно, позах, да, то есть сидит, лежит, стоит и так далее. И здесь я нарисовала человека, который как-то взаимодействует с объектом. То есть тут толкает, тащит на себе, тянет, да, вверх, вниз и так далее. Эти все человечки, они не под конкретную композицию, они просто были для, скажем так, для будущего, да, то есть такой будущий шаблон. Также это будет полезно для тех, кто, скажем так, заинтересован рисовать семиллярами, кто рисует сразу же не одну картинку, а, допустим, сразу там 3, 4, 5, да, то есть и чтобы, допустим, одна какая-то концепция, одна какая-то тематика, но картинки были разные и не очень похожи друг на друга, а также полезно делать, допустим, вот такие вот заготовки. Покажу на примере. Сегодня я себе выбрала тему казино, и я решила в такой, в некотором смысле, шуточной форме ее обыграть. То есть маленькие человечки таскают шарики, да, от самого казино. Это еще, скажем так, черновые работы, то есть они еще не подготовлены для стоков, то есть если прям приближать-приближать, то можно будет увидеть какие-то острые углы выпадающие и так далее, да, то есть возможно я размер человечков увеличу, но я хочу вам показать сам принцип, чтобы просто кому это будет интересно или кому также покажется это полезным, да, и жизнеспособным, возможно вы тоже у себя это примените. Итак, первый, да, момент, что и человечков я поставила в таком виде. И я рисую семиллярами, да, у меня здесь 4 семилляра на одну и ту же тему. Все, тема казино. А здесь просто выстраивается в ряд, да, а нужное число. Опять же выстраивается в ряд. То есть если присмотреться, вот эти две работы, да, они очень-очень похожи. Да, то есть даже тут вертолет и тут вертолет. За счет вертолета оно становится очень похоже. То есть можно вертолет, допустим, заменить, допустим, вот здесь как на квадрокоптер, да, ну или просто для примера. Вот сюда, допустим, я добавлю квадрокоптер, да, еще у меня будет. Кстати, вот этот вот шаблон полезен тем, что он постепенно разрастается, 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 и будет все больше и больше объектов, которые можно сюда будет добавлять. Итак, вот такой семилляр, как я уже показала, такой семилляр и такой семилляр. В этой коллекции у меня было их всего четыре. И за счет того, что одна и та же тема, понятное дело, что не очень, скажем так, видна разница. Но когда, допустим, взять эти же самые объекты на другой тематике, например, к слову, да, ну так просто скажу, что, допустим, если вместо шариков я в будущем планирую поставить, допустим, какие-нибудь буквы, да, и, допустим, там тема у меня уже будет, допустим, изучение английского языка, да, и тут будет, допустим, слово hello. И эти маленькие человечки, да, будут, допустим, вот здесь будет больше понятно, да, они будут ввести какие-то буквы, да, или, например, цифры, или все что угодно, да, и из этого будет складываться совершенно другая концепция. Но, скажем так, принцип нарисования будет тот же, и объекты будут те же самые. За счет этого убыстряется время работы, и, скажем так, работа становится более проще. Вот этот вот файлик тоже со временем растет, 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 и тоже, скажем так, больше вариантов, как обыграть тот или иной семилляр, да, то есть если, конечно же, смотреть все это вместе, оно выглядит одинаково. Но за счет семилляров растут продажи, и лично я все-таки использую такую тематику, да, как семилляры, то есть, в принципе, если использовать разные объекты, да, похожие, то есть похожие по стилю, конечно, вот здесь вертолет, здесь вертолет это, наверное, уже не очень, да, то есть надо чем-то его заменить тоже летающим, но, тем не менее, принцип остается тот же самый, да, что одни и те же похожие объекты, можно сделать из этого больше вариаций всяких разнообразных, скажем так, ну, семилляров. Конечно, потом можно будет детализировать вот этих вот человечков, да, то есть здесь я совсем просто сделала, да, то есть у меня не было задачи детализировать, у меня была задача просто создать, то есть этим тоже удобно создавать такие шаблоны, что сначала мы создаем шаблон, потом дорабатываем какие-то еще объекты, а потом уже занимаемся детализацией, то есть такая пошаговая система работы, больше вероятности, что получится более хороший результат, скажем так, да, когда мы сразу хотим построить Москву, да, очень часто у нас ничего не получается, и все загинается, не успев начаться вообще. Вот, если начинать с самого-самого простого, да, то есть с силуэтов вообще или с каких-то вообще самых-самых простых, главное набросать идеи, да, которые в голове, скажем так, крутятся, больше вероятности, что это закончится все хорошей историей. По крайней мере, по такому принципу обычно работаю я, да, то есть когда-то у меня уже было видео, такое же я показывала, новогодние у меня были всякие коробочки, открыточки, то есть все, что связано с Новым годом, с Рождеством, я также собирала на отдельном файлике. Это тот же самый принцип, то есть я не изменяю своим собственным традициям, а просто другая, скажем так, другой стиль рисования. Вот, надеюсь, видео было полезным и интересным. Пишите в комментариях, по какому принципу вы, скажем так, работаете, строите ли вы семиляры, какие-то шаблоны, или каждый раз с нуля рисуете картинку. Конечно, с нуля достаточно тяжело рисовать, допустим, много, да, работ, то есть все равно, если вы рисуете на стоке, если вы стоковый иллюстратор, и вы один, у вас не студия, там все-таки нужно количеством брать, и одна работа, допустим, это очень мало, да, то есть там все-таки надо рисовать разные вариации, и хотя бы там одну, две, три, да, на одну тему несколько разных вариаций, чтобы покупатель мог посмотреть и выбрать, и купить то, что ему понравится. Вот, всем спасибо за внимание, надеюсь, видео было полезным и интересным, и до встречи в следующих видеоуроках. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok